Здравствуйте! Вот историю такую вам расскажу. Учился мальчик, звали его Володя. А у Володи был брат Александр, Саша. И брат Александр, он оказался преступником. Преступником, так сказать, государственным. Он готовил покушение на главу государства, на государю-императора Александра Третьего. Из-за этого он был повешен, казнен через повешение. Встал вопрос, а не удалить ли Володю вообще из гимназии. Он там учился, отличненьким был. И вот за него заступился директор гимназии, который у них, кстати говоря, в гимназии преподавал логику. Вот он, значит, преподавал, преподавал. И Володю он поставил. Единственная Володя была четвёрка по логике в его аттестате, вот которой по окончании гимназии. Вот. Володя была фамилией Ульянов. Потом он более известен под псевдонимом Ленин. А вот что касается его, значит, директора гимназии, вызвали Фёдор, отчество не знаю. Фамилия у него замечательная, Керенский. А сын его был Александр Фёдорович Керенский. И вот потом Володя Ульянов, он сместил с должности, удалил, так сказать, сверх временное правительство, которое возглавлял Александр Фёдорович Керенский. Вот такая вот наука была интересная. Видите, как вот отомстил за четвёрку. И вот так это бывает. Вот недавно у меня одна преподавательница замечательно рассказала такую историю. Как-то, в общем, довольно-таки давно, не один год тому назад она, ну, совсем у неё была ученица, ну, вот постучать хочу вот по дереву, но боюсь вот камера будет дрожать, да? Вы понимаете. Совсем была такая вот ученица. Она ей всё двойку ставила, никак она та ученица не могла ей сдать. Ну, вообще вот избавиться от неё. Ну, в конце концов, она, естественно, как-то выжила. Кто-то другое поставил, то, что нужно. А теперь это ученицы-то, у них в ВУЗе что-то там такое возглавляло. Начальницей стало. И воюется эта преподавательница, хочет её изъять из обращения. Вот, прикинь, какая история, да? Вот, я к чему это вспомнил, историю всю. Ну, это, в общем-то говоря, первая история, это скорее, ну, совпадение про Керенского и Ленина. А скорее он так мягко с Керенским обошёлся, дал ему убежать. А до этого мягко Керенский с Лениным обошёлся, дал ему убежать в Финляндии тоже, да? В шалаше, в разливе спрятаться. Вот. А тут вот история-то вот печальная с преподавательностью. Это, в общем-то говоря, немножко чёрный юмор, можно сказать. А вот совсем недавно случился вообще кровавый, кровавый инцидент в Пермской школе. Два ученика, один из них какой-то взятый, заядлый второгодник, выведенный из состава этой школы куда-то в другое место. Вот они пришли с ножами и порезали детей в четвёртом классе. Тяжело ранили учительницу, которая героически защищала детей от них. Вот такая вот история. Видимо, целью была та самая учительница. Пока ещё не разобрали следствие, идиот, поэтому никаких сведений нам не публикуют. Но, тем не менее, вот версия основная, то, что обида у них на учительницу была, вот так они выместили. Я к чему клоню. Видите ли, в чём дело? Наша система образования вообще, наша система вообще отношения к людям, она очень мягкая. Вот по-хорошему, раньше, вот в 50-е годы, было такое вот, такая мера пресечения для учеников. Исключить из школы. Исключили из школы. То есть, вообще, выгнали всё из школы. Ты больше не школьник, иди куда хочешь. Устраивайся в жизни без школы, без образования. Вот. Печальная вещь. Ну, а сейчас у нас давно уже такая появилась штука, что обязательно все должны школу закончить. Кровь из носу, из учительского носа. Они должны всё получить удовлетворительные оценки, минимум тройки, получить диплом. А сейчас-то вообще остро постоит проблема. Детей-то не хватает, а учителям-то надо работать, да, представляете? Вот. Нет деревьев, а лесорубам надо, работа нужна. Будут любой пенёк пилить, да, правда? Вот так вот, извините, так и получилось. Это я не специально пошутил. Любой пенёк, она приходится обучать. Любого пенька приходится обучать. Вот. Ну, даже не очень пригодного. Понимаете? Я понимаю, что, конечно, надо к сердцу каждого человека, можно найти путь, и это очень сложно. Но, с другой стороны, ведь очень велика роль наказания в жизни была учеников. Ну, нас тоже физически не наказывали, а вот стипендии могли лишить, да. Ну, из института отчислить запросто, да. Это нас очень сильно подстёгивало, на самом деле. Ну, и стипендия, кстати, была хорошая. Это тоже нас стимулировало, да, понимаете, какая штука. Вот. А теперь-то стипендия маленькая. Отчислить это себе же хуже, некого будет учить, не за кого будет зарплату получать. Это очень печально. А так вот, в цивилизованном мире очень жёсткие наказания. Считается как? Ну, вот, зло должно быть в мире для того, чтобы подчеркнуть существование добра. То есть, в жизни. Вот, один человек живёт нормально, а другой что-то нарушил правила. Всё. Его отодвигают в сторону. Вот, совсем недавно была система, была серия скандалов, да. Один пожилой министр погладил по коленке какую-то пожилую, тоже высокопоставленную даму. Дама посмеялась, ей-то вроде как-то более-менее всё равно, но это же скандал. Нельзя по коленке гладить дам. Тем более, раз ты министр, нельзя этого делать. И он из министров-то ушёл, понимаете. Вот, в общем-то, карьера его сделала резкий поворот, да. Хотя, вот, как-то вот по-нашему, ну, подумаешь, да. Вот, вот это всё, вот такая вот история получается. И у них это, в общем, понятно. Вот, ну, он нарушил правила... О, кстати говоря, вот обычно Америка ругает за то, что у них много людей в тюрьмах сидит, да. На душном селении очень большой процент. А это ведь что за люди? Вот он нарушил правила, раз, два, три. Ну, ему сказали, а он всё нарушает. Вот так он будет в тюрьме всю жизнь проводить. Вот поэтому они их исключают из общества. Понятное дело, что в обществе всё равно остаётся достаточное количество преступников. Как говорил Глеб Жеглов, у самих воры есть, да, про англичан, да. Если будет чего, скажи, что у вас у самих воры есть, да. Действительно есть воры у самих, но их вот они стараются изолировать. А у нас-то, поди-ка, стараются освободить места заключения, да. Это хорошо на свободу людей выпускать. И я с этим совершенно согласен. Я против вообще осуждений, против лишения свободы. Потому что я знаю, что не я буду сажать, а, скорее всего, меня посадить, если что случится. Вот. Но, тем не менее, вот этот вот факт изъятия из жизни очень сильно стимулирует поведение по правилам. Я к этому не готов, я лично к этому не готов, как и любой другой россиянин. А у них вот это вот правило. Вот заметьте, откуда спорт пришёл? Из англосаксонских стран. У них это спорт, да. А в спорте главное должны быть правила, их надо соблюдать. Ну, вы знаете, вот если в футболе не будет правил, не будет футбола, да. А ну, правда, вот и в уличном движении не будет правил, не будет уличного движения нормального, да. Движение по правилам, ну, в общем-то говоря, гораздо лучше и правильнее осуществляется. Вот. Вот такие вот дела, такие вот мысли пришли мне в голову в связи с той историей, которая случилась в городе Перми. Я не буду делать никаких выводов, типа, вот во время бы его очистили, тогда бы он не пришёл. Ну, просто это вот такие вот мысли мне пришли в голову в связи с этой историей. Спасибо вам большое за внимание. Да, кстати говоря, не забудьте, пожалуйста, простимулировать меня финансово, да. Вот это очень важная вещь, что внизу под видео есть все эти реквизиты финансовые, Сбербанковская карточка и там всякие кошельки Яндекс, Киви, PayPal. Вот. Для этого необходимо, чтобы нам продолжать делать наш блог, он не только о политике науки тоже. Да, вот так вот. Спасибо вам большое за внимание, желаю вам удачи, всех вам благ. Пока.